приветствую вас на канале знахарь все знают такого пророка иону эту историю библейскую каждый верующий кто читал библию да и неверующие в мире они все знают про него столько проблем на иону свалилась за отказ идти проповедовать покаяние городу неневе да которая погрязла в грехах бог не отступил от иона он мог бы другого взять а его это столько проблем в желудке кашевота побывал и его выбрасывали в море он вообще это столько проблем из-за одного да а ведь это это понятно почему так господь делал я выбрал тебя пророком не для того чтобы ты хочу не хочу покаяться они не покаяться не хочу к ним идти они язычники они вообще они вообще не покаяться они не уверуют как иона ты можешь так решать за бог бог видит сердце аналогия современным христианством некоторые ходят собираются кто храме божьем то молитвенном доме кто-то где-то церкви и они славят бога таким образом когда идут куда-то в контору где-то в какими-то в какие-то места общественные они о христе вообще не говорят они не говорят о спасении если говорят то скользь тем людям которые по сердцу близки а тем которые не слушают которые могут об смеять они от не говорят они от этого ли у вас потом проблемы всякие потому что бог надо посылать такие искушения трудности только потому что вы вы называя себя христианами не не делайте самую главную работу служения христианина христианина это славить бог не закрываться в своем кругу и говорить слава богу что такое слава слава это реклама бога делать известным слава это известность а вы стесняетесь и боитесь а зачем вас разбудив бог дал веру а я считаю что веру господь дает вера от слышания но многие слышат но не уверовали вы идете куда-то в контору да в какую-то в управление вы за какой-то справка первую очередь не навязываясь вы должны не только показывать христа в себе но и говорить о покаянии потому что потому что на самом деле мы не против плоти и крови но против сил зла под небесным никто не дал нам право говорить что этот покаяться этот не покаяться вы знаете что самый правильный плод какую христианство да мы можем перечислить но я знаю точно что ненависть это не христианский плод нам не то что нам не обязательно любить людей мирских хотя и так надо вспомнить их нашего господа прибивали кресту а он молил молил отца не наказывая они не ведают что творят поэтому все все размышляют страх что же делать последнее время любить надо молиться и любить ведь слова вера надежда любовь не просто слова вдумайтесь у нас есть вера у нас есть надежда на иисуса у нас есть любовь любовь самое главное любить не только сами себя но любить мир не сам мир не систему мира а людей каждого человека каждого вас гонят за какие-то проблемы вы должны молиться говорить о христе вас бьют а вы должны говорить о иисусе и убирать сердце ненависть потому что в любви спасение не просто помните слова что будет у вас вера такая что вы гору будете передвигать да вы раз и кастрюля взлетела дверь сама по себе открылась во какая у вас вера а чё толку любви то нет она пустая будет вера смысл смысл что у нас вера и это самый главный смысл это любовь к людям любовь друг другу и потому знает что мы христиане по любви между собой не только любовь это смири с миром смотреть на мир это не унижение своего человеческого достоинства а терпения это все одно к одному вы понимаете любовь спасет вот молитва любовь и надежда чтобы не случилось какие бы трудности просто отпустить ненависть отпустить гнев еще самое главное ведь господь заставил ненависть не потому что он такой злой а потому что он знает что ненависть и без этого никто без вот это я открыл тебе уста только потому что ты говорил он знает сердце как ты можешь говорить неважно ну если господь дал веру и ты говоришь что ты верующий то ты можешь сказать аллилуйя